Самые страшные тюрьмы в мире. Практически во всех странах СМИ твердят о необходимости защиты прав заключенных, проведения воспитательной деятельности и запрете смертной казни. Поэтому многие европейские тюрьмы похожи больше на дома отдыха, нежели на место заключения. Но в других странах, даже весьма развитых, к примеру, в США, дела обстоят иначе. В самых страшных тюрьмах практикуют пытки, более того, живут арестанты, можно сказать, без прав. Самая страшная тюрьма в мире находится в Бразилии. Место за колючей проволокой близ Сан-Паулу получило название Карандвайра. В 2010 году здесь произошло массовое убийство 102 заключенных. Жизни люди лишились во время бунта. В тюрьме практически невозможно получить помощь врача. А если медик и найдется, то арестантам все равно могут отказать в анестезии во время хирургической операции. Более того, каждый пятый заключенный является носителем ВИЧ-инфекции. В тюрьме находится около 7,5 тысяч заключенных. За ними наблюдает тысяча надзирателей. Они работают в четырех смены. Немногим лучше дело к заключенным относятся в государственной тюрьме строгого режима Аткс Флоренс. Она находится в американском штате Колорадо. Вне камеры арестанты проводят всего 9 часов в неделю. Едят, спят и даже опорожняются заключенные в камерах. По 22 часа в сутки они не видят дневного света. В этой тюрьме заключенные изолированы друг от друга, другими словами, общаться они никак не могут. Третье место в списке страшных тюрем занимает парижская Ла Сента. Арестанты здесь настолько угнетены, что едва ли не бьются головой об стену или глотают яд для крыс, лишь бы уйти из жизни. Только за 1999 год в тюрьме покончило с собой 124 человека. Об ужасах заключения в Ла Сента на протяжении 7 лет посредством дневника рассказывала главврач тюрьмы Вероника Васер. Камеры в тюрьме переполненные заключенные имеют возможность принимать душ лишь два раза в неделю. Едят некачественную пищу. Отсюда и постоянные кожные болезни людей, а также заражение в шаме. Свои вещи арестанты привешивают к потолку, поскольку в Ла Сента очень много крыс. Охранники ведут себя по отношению к обитателям очень жестоко, непослушные тут же отправляются в карцер и нередко лишаются воды. Тюрьма основана в 1867 году и до сих пор остается местом зверств, разврата и насилия. Более сильные арестанты превращают слабых в рабов. В позорном списке свое место занимает и военная тюрьма в сирийском Тадмаре. Именно там провел пять лет своей жизни поэт Фарадж Берагдар. Он описал место как королевство смерти и безумия. В Тадмаре обычная практика – пытки в стиле средневековья с использованием палок, веревок и топоров. Среди жертв надзирателей виновные и невиновные. Довольно часто охранники выбирают для пыток случайных людей. В тюрьме в Кёнийском Найробе к заключенным тоже относятся как к нелюдям. Заведение попало в список пенитенциарных. В камерах, которые рассчитаны на 800 человек, находятся 3800 обитателей. А в камерах предварительного заключения располагается 250 человек вместо 50. У арестантов отмечается нужда буквально во всем. От матрасов до врачебной помощи. Из-за высокой температуры в камерах стоит невыносимая духота. Люди тяжело болеют и даже умирают от нечеловеческих условий. Самая крупная нью-йоркская тюрьма тоже славится своим отношением к заключенным. Миру известен не один случай насилия и проявления жестокости. По словам бывших арестантов, которые отбывали срок в этом месте, там намного хуже и опаснее, чем в самых криминализированных районах Нью-Йорка. В тюрьме нередки бунты, но спецназ подавляет их довольно жестоко. Раньше за год случалось до тысячи столкновений между властями и заключенными. Но после того, как вышел закон о дополнительном сроке за нападение на охранника и сокомерника. Число мятежей сократилось до 70. Еще одно злосчастное место находится в аргентинском Мендасе. В 2004-2005 годах здесь было зарегистрировано 22 смертельных случая. Тюрьма также переполненная. Вместо положенных 600 от человек в исправительном учреждении находится 1600. Арестанты спят на полу и это никого не смущает. По словам наблюдателей, условия содержания в тюрьме не лезут ни в какие рамки. По словам корреспондентов, на четырех квадратных метрах на полу спит до пяти заключенных. Они испражняются в полиэтиленовые пакеты и мочатся в бутылки. В камерах и коридорах редко убирают мусор. Территорию нередко затопляют сточной воды. Турецкая тюрьма в Дейрбакире содержит и детей. Поскольку местные законы предусматривают возможность пожизненного заключения для несовершеннолетних. Помещения-учреждения переполненные, а условия содержания не соответствуют санитарным нормам. Между заключенными и охранниками постоянно происходят стычки, а бунты подавляются довольно жестоко. К примеру, в 1996 году при запланированной бойне скончались 10 человек, еще 23 заключенных было ранено. Арестанты нередко зверски избиваются, поскольку не имеют никаких прав. За колючей проволокой практически нет системы медицинского обслуживания и, тем более, программ реабилитации для обитателей. В 30 венесуэльских тюрьмах вместо допустимых 15 тысяч человек содержат целых 25. И самое перенаселенное – Ла Сабонета. Условия содержания здесь чудовищные. Некоторые арестанты вынуждены ночевать в гамаках, которые натянуты в узких коридорах. Но более состоятельные заключенные могут купить себе комфортабельные места с помощью взяток, в тюрьме процветает коррупция. На каждые 150 человек приходится всего один охранник. Поэтому довольно частый бунт и самый кровавый произошел в начале 1994 года, когда умерло 108 заключенных, а в 1995 году скончалось 196 арестантов, более 600 получили ранения. Тюрьма Сан-Квентин в штате Калифорния является также одной из самых страшных. Здесь содержатся те, кого приговорили к смертной казни. Поэтому условия содержания оставляют желать лучшего. Тюрьма перенаселена, сотрудников охраны недостаточно, помещения грязные и веткие, ситуация с медобслуживанием плачевна. В 2005 году в тюрьму приходила проверка, которая доказала неквалифицированность местных врачей. Они ставят неверные диагнозы и трудятся в антисанитарии. Еще одна проблема в Сан-Квентин – насилие. Нередки здесь и бунты со смертельными исходами.